Музыка Здесь по графику предусмотрено мое вступительное слово на 15 минут, но я не хотел бы занимать все 15 минут, предоставленных мне. Имею в виду, что как модератор я потом впоследствии, наверное, возьму на себя смелость какие-то реплики высказать по ходу дискуссии. Не только я, но и мои коллеги, находящиеся в президиуме. Это, конечно же, Евгений Борисович Галактионов, президент Калининградской палаты, представляющий, спорно принимающий нас всех сегодня. И Евгений Васильевич Семеняков, первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов, президент Санкт-Петербургской палаты адвокатов. Я, ваш покорный слуга, перемещусь сейчас в наш такой дружеский президиум и предоставлю первое слово господиану Майру Саркисовичу. Спасибо, Юрий Сергеевич. Уважаемые коллеги, тема моего выступления касается мер, необходимых для укрепления адвокатской корпорации в России. Необходимо отметить, что с момента принятия федерального закона об адвокатуре и адвокатской деятельности прошло уже примерно 17 лет, и за это время в России было построено достаточно солидное трехэтажное адвокатское здание. На первом этаже этого здания примерно 75 тысяч российских адвокатов, которые ежедневно выполняют свои профессиональные обязанности. Выполняют они их везде по-разному, но по большому счету они это делают настолько успешно, насколько государство им это позволяет. На втором этаже это адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. На третьем этаже это федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Вот это трехэтажное здание, в последнее время подвергается критике со стороны наших оппонентов. Вместе с тем это достаточно солидное здание, которое принципиально выполняет возложенные на нее обязанности. Мы прекрасно понимаем, что критики наши, хотя среди критиков есть и добросовестные коллеги, которые, в общем, действительно стремятся улучшить положение дел в корпорации, но те критики, которые инициируют весь процесс раскачивания нашего строения, они, конечно, далеки от объективности. Их главная цель это обструкция. Главная их цель заключается в том, чтобы дезорганизовать деятельность российской адвокатуры. Это все видно, они этого не скрывают, и каждый день в средствах массовой информации, в сети, будучи материально заинтересованными, они сознательно делают то, чтобы разрушить действующие легитимные адвокатские структуры. Если нам сейчас не предпринимать никаких действий, то, в общем, может возникнуть, мягко говоря, достаточно неприятная ситуация. Какие меры я бы хотел предложить? Я не навязываю ничего из своих предложений, а просто предлагаю разобраться. В качестве основной меры, над которой действительно нужно задуматься нашим коллегам сегодня, это создание коалиционных советов. Это приглашение к старым адвокатским элитам, новые адвокатские элиты, для совместного решения адвокатских задач. Каким образом это может происходить? Старые элиты, которые сегодня официально находятся у власти, они должны посмотреть в каждой своей палате и найти этих коллег, которые, возможно, оппонируют, но которые достойны для того, чтобы занять какие-то должности. Они могут занять эти должности в Совете Палаты, они могут занять их в квалификационной комиссии, они могут быть привлечены для участия в комиссии по защите профправ. Они могут быть полезными и в органах молодых адвокатов. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это усиление действия деятельности комиссии по защите профправ. Об этом много говорят. Об этом много говорят, но я не уверен, что во всех палатах даже комиссии созданы. Я вот ориентируюсь только по статистике, которую недавно прочел. О том, что у нас в значительном числе адвокатских палат за последний год ни одного нарушения профессиональных прав адвокатов не зафиксировано. Разве такое может быть? С учетом тотального обвинительного уклона. Я не верю в такую статистику. Я думаю, что на самом деле причина заключается в том, что просто некому их фиксировать. Они носят латентный характер, и адвокаты просто не знают, куда обращаться. И раз так, то комиссии не работают. А раз они не работают, это серьезный пробел. И надо понимать, что если адвокатские палаты хотят завоевать авторитет у своих адвокатов, они должны защищать своих адвокатов самым серьезным образом. По каждому случаю нарушения профправ. И только после этого адвокаты могут проникнуться уважением своим органам адвокатского самоуправления, понимая, что палаты за них беспокоятся. Уважаемые коллеги, подводя итоги сказанному, хотелось бы отметить следующее, что вот комплекс вот этих вот мер, о которых я говорил, с моей точки зрения, может быть я ошибаюсь, он позволит укрепить наше адвокатское здание. После этого оно не будет бояться никаких внешних расшатываний. И это очень важная, принципиальная, с моей точки зрения, задача в условиях изменившейся геополитической ситуации, которая все-таки нашу корпорацию затрагивает самым прямым образом. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Конференция имеет статус международный. Здесь присутствуют коллеги из Польши, Украины, Литвы, Латвии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана. Я все-таки думаю, что адвокаты это в своем роде особая совершенно народность, что позволяет быть в какой-то степени откровенными и говорить о проблемах адвокатуры российской, в общем-то, в том числе и в аспекте международном. Правда, уважаемые коллеги из-за рубежа, я не просил бы думать, что российская адвокатура столкнулась с какими-то системными страшными неразрешимыми проблемами. На самом деле это не так. Возникли некоторые вызовы, на которые российская адвокатура вынуждена реагировать и в том числе обсуждать эти вопросы с коллегами из-за рубежа. Один из этих вызовов, уважаемые коллеги, это то, что мы за последний год-полтора-два, пожалуй, столкнулись с таким явлением, как отрицание корпоративной этики. Речь идет не о нарушениях, не о скрытом, латентном, разовом, отдельном, индивидуальном каком-то явлении, а речь идет именно о публичном отрицании корпоративной этики как явлении. Скажу, что по моему мнению, для большинства адвокатов этот вопрос и такая постановка вопроса является странной, может быть даже в какой-то степени и дикой. Но, тем не менее, где-то мы с этим сталкиваемся, и этот вопрос надо обсуждать. Странным этот вопрос кажется в том числе и потому, что если мы подумаем, что объединяет адвокатуру, то мы назовем сравнительно немного позиций, которые превращают адвокатов в корпорацию. Но, безусловно, это общие проблемы, это общая профессиональная работа, это общие методы этой работы. На моей памяти структура российской адвокатуры организационной менялась достаточно часто. А вот что касается корпоративных правил, то они, в общем-то, постоянны. Они были такими, когда я стал адвокатом, они оставались такими же, когда я работал, они те же самые и сейчас. Невозможно представить адвокатуру без правил корпорации, без правил профессиональной этики, но если мы совершенно умозрительно попытаемся вот такую виртуальную, хотя бы, возможность представить, то мы получим не корпорацию работающую, защищающую права и интересы граждан, да и организации тоже. Мы получим некое сообщество индивидуалистов, пожалуй, оголтелых индивидуалистов, для которых нет ничего невозможного и можно все за что не посадят или не поймать. Поэтому я бы сказал, что правила корпоративной этики, они для нас обязательны, они необходимы, и без этого ни о каком сообществе адвокатов говорить, в общем-то, не приходится. Корпоративная этика – это ограничения, которые, да, принимаются добровольно, подкрепляются присягой адвоката, но, тем не менее, это ограничения. Это предписания, это в какой-то степени и позитивные правила, то есть отражающие представление о желательном поведении адвоката, например, в отношении помощи прогона или вообще бесплатной юридической помощи. Но в значительной и в определяющей степени профэтика – это ограничения, которые надо исполнять. Она рассчитана на неопределенный круг лиц, на неоднократное применение и так далее. В общем-то, положение учебника по теории права все знают. И казуальных правил их достаточно много, они встречаются редко. В праве достаточно большое количество относительно определенных норм. И любой, даже не буду говорить уважающий себя юрист, просто любой юрист должен работать с категориями добросовестности, разумности, разбираться в смысле понятий заслуживающих внимания интересов, баланса интересов, существенности нарушений и так далее, и тому подобное. Но правила корпоративной этики не определены еще в большей степени. Они просто отражают представление нашего сообщества, ну, лучше извините опять за банальность, о добре и зле, о должном и не должном, о том, как следовать интересам клиента. И поэтому конкретика может быть только в актах применения корпоративных норм, а не в самих корпоративных нормах. Поэтому, уважаемые коллеги, в нашей корпорации нельзя отказываться от правил корпоративной этики и нельзя идти на поводу тех, которые утверждают, что этики либо нет вообще, либо 99%, ее пора выгнуть на свалку истории и оказывать юридическую помощь, как это делают неорганизованные юристы, неорганизованные юридические сообщества. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а что же с этим можно делать? Ну, во-первых, должно быть понимание того, что меньшинство или меньшинство не могут определять мнение большинства. И, на мой взгляд, здесь должна быть реализована роль Федеральной палаты адвокатов, потому что за публичными оценками правил корпоративной этики или ее неприятия должна следовать оценка Федеральной палаты. Мы в сообществе понимаем, что мнение небольшой группы адвокатов или нескольких групп адвокатов не является доминирующим. Но это должно быть понятно и вовне. Должно быть понятно и Министерство юстиции, и, если хотите, Следственному комитету, если хотите, другим структурам. И поэтому Федеральная палата на подобного рода публичные заявления должна реагировать четкой позицией. И эта позиция должна определяться именно как позиция российской адвокатуры. Не прочее, а именно этой позиции. Не исключается, конечно же, и индивидуальная работа. Причем, уважаемые коллеги, речь не идет о непонимании правил. Когда что-то не понимается, должен сработать коллективный разум, можно работать, есть индивидуальные методы, есть семинары, есть занятия, есть комиссия по этике и стандартам, есть различные объединения в региональных палатах. С этим можно работать. А вот публичное отрицание того или иного правила, на мой взгляд, это простудно. Как на него реагировать? Наверное, должны разбираться региональные палаты. Но, во всяком случае, приверженность правилам корпоративной этики, в том числе и к неписанным, приверженность к кодексу профессиональной этики адвоката, адвокатуру должна обозначить достаточно четко. Уважаемый коллективный, спасибо за внимание. Очень интересная тема коснулась Алик Владимирович, вот соотношение большинства и меньшинства. Я совершенно недавно на сайте «Эхо Москвы» обнаружил замечательный блог, совершенно уникального, на мой взгляд, в интеллектуальном смысле человека, Владимира Пастухова. Он сказал, повторяюсь, «Демократия чего-нибудь стоит, если большинство умеет защищаться». Вот такого рода реплика я бы позволил по мотивам вашего выступления, Олег Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно видеть вас в этом зале, наших добрых друзей, коллег, много знакомых лиц. Я думаю, что начало нашей конференции, оно как раз показало, что российская адвокатура на самом деле это очень живой, молодой и абсолютно здоровый организм, который следит за своим здоровьем и пытается всеми силами избавиться от тех небольших болячек, которые, наверное, в каждом организме бывают. Почему я подчеркнула, что молодой организм? Вот Вер Саркисович сказал о трехэтажном здании, а на самом деле органы адвокатского самоуправления в России в том виде, в каком это предусмотрено новым законом, они существуют менее 17 лет. Вот только задумайтесь, менее 17 лет. И нашим старшим коллегам выпало на долю формирования этих органов адвокатского самоуправления и вся та огромная работа, которая была связана с построением вот этой вертикали. И на сегодняшний день выстроена такая структура, которая заметна, которая уважаема в Российской Федерации. К нам прислушиваются, с нами согласовывают законопроекты, нам поручают введение, например, системы, государственной системы бесплатной юридической помощи, нам поручили организацию участия адвокатов в делах по назначению. И это ли не достижение, и это ли не авторитет в органах адвокатского самоуправления. И задача наша сейчас, как я считаю, вот эту вот планку ни в коем случае не пустить, а поднять ее еще выше. Как это сделать? Не претендую на какую-то исключительность мнения, но постараюсь сказать свои соображения по этому поводу. Я считаю, что очень важно для нашего сообщества, вообще для наших коллег, для адвокатов, чтобы органы адвокатского самоуправления были открыты. Открыты как всему миру в информационном пространстве, так и открыты прежде всего для коллег, для каждого из адвокатов. И в этом, кстати, смысле тоже есть чему поучиться у организации, например, заседаний Совета Федеральной Палаты, которые были еще там 10-15 лет назад. Не было закрытых заседаний никогда. То есть на заседания Совета Федеральной Палаты адвокатов всегда приглашались все желающие президенты, вице-президенты региональных палат. Почему бы нам сейчас в регионах тоже не взять этот положительный опыт и не приглашать наших председателей, коллеги, бюро, да любых желающих? Нам, в принципе, нечего скрывать, мы открыты. Пусть они присутствуют, пусть они знают, чем живут наши региональные советы адвокатских палат, какими проблемами мы живем. А у нас проблем много, и мы их решаем каждый день. Второй вопрос – информационная открытость. Мы должны больше рассказывать о своей работе. Вот на самом деле многое остается за кадром, ведь каждый день президент любой региональной палаты решает множество вопросов. У нас происходит множество мероприятий. Давайте о них больше рассказывать, как коллегам, так и в средствах массовой информации. Еще один момент, связанный с дисциплинарным производством, о котором я хотела бы сказать. Вот вы все помните недавние такие резонансные наши дела, когда обжаловались решения Советов адвокатских палат и суды не соглашались с нашей позицией. И вот в этом смысле я бы хотела напомнить вам, что была высказана позиция Веры Госпоряна, где-то, наверное, года два назад в «Адвокатской газете», и сейчас очень многие в соцсетях эту позицию опять озвучили, реанимировали, относительно создания на базе Федеральной палаты адвокатов некого апелляционного органа, который бы помог нам скорректировать возможные неверные решения региональных палат, если таки принимают. Развивая эту мысль, я бы, вот поскольку у нас научно-фрактическая конференция, я бы предложила задуматься над вариантом создания таких апелляционных инстанций, но, может быть, не на федеральном уровне, а на базе наших федеральных округов. Потому что Федеральная палата адвокатов, она имеет своих представителей в каждом из федеральных округов. Это члены Совета Федеральной палаты адвокатов. И они могли бы координировать эту работу, а каждая региональная палата, она могла бы подвигать в эти федеральные комиссии своего представителя. Например, на конференции раз в два года. Почему я говорю, что это нам необходимо? Потому что я совершенно согласна с Вером Саркисовичем, что это нужно адвокатам, чей статус мы прекратили. Они хотят этого, они хотят обжаловать. Это нужно нам, чтобы мы, не вынося с ОРССБ, могли решать вопросы и поправлять возможные ошибки внутри своего сообщества. И последний тезис, о котором я хотела бы сказать, говоря об авторитете органов адвокатского сообщества, на сегодняшний день. Наверное, я соглашусь, что власть — это термин, который не подходит для адвокатского сообщества, хотя по словарю «Даля» авторитет определяется именно как власть. Для наших органов адвокатского самоуправления все-таки скорее это влияние, влияние, значимость для адвокатов и способность регулировать нашу адвокатскую деятельность. И вот в смысле регулирования, я считаю, что на сегодняшний день самым актуальным и значимым является вопрос регулирования участия адвокатов взяла по назначению в единой системе в целом по Российской Федерации. Вот мы на этих днях, как приехали в Калининград, очень многие президенты имели возможность познакомиться с опытом Калининградской палаты адвокатов по организации электронной системы распределения дел. Вы знаете, очень достойно, очень на уровне. Приходит постановление следователя. То есть, вы помните, мы с вами дискутировали насчет того, как должна эта заявка оформляться, да? Это должен быть телефонный звонок или это должна быть какая-то бумага или просто, так сказать, устное сообщение. Здесь все четко отлажено. Минута требуется на то, чтобы был выделен адвокат. Это очень хороший уровень, именно показатель качества работы и организации работы. И адвокаты ждут от нас, ждут от нас такого регулирования, поверьте, потому что вот этот некий хаос, который в этом направлении немного существует, ну, это не есть хорошо. Поэтому я искренне призываю вот нас всех задуматься над тем, чтобы мы все-таки этот вопрос решили побыстрее и единодушие было какое-то в отношении к этому вопросу. Добрый день, уважаемые коллеги. Принято говорить, что мы сегодня живем в открытом информационном пространстве, в открытом мире, да? А, собственно, что это для нас с вами значит? Что это значит для адвокатуры? И какие тенденции об этом говорят? Что мы с вами получили? Первое, я бы хотел, на мой взгляд, правильно определить три таких направления, три тенденции, которые говорят об открытости мира и о том, как он сегодня выглядит. Первое, это децентрализация и рассредоточенная коммуникация, с которой мы сегодня сталкиваемся. Ну, действительно, если еще несколько лет назад, десять лет назад мы понимали, что все общение идет достаточно централизованно. Если есть некоторые идеи, которые о развитии общества, о развитии адвокатуры, и кто-то эти идеи выдвигает и продвигает, то эти идеи выдвигались и продвигались на таких конференциях, на съездах, на, не знаю, на совете ФПА, на обсуждение на площадках ФПА, сегодня мир поменялся, он поменялся радикально, он децентрализован, больше центра не нужно. Каждый для себя является центром, центром вот этой вселенной. И происходит периферическое взаимоотношение без участия центра, не проходя через центр. Люди общаются, соцсети позволяют сегодня исключить такое, такое явление, как пространство, да, как расстояние, вывести его за скобки. Люди общаются между собой без участия центра, создают свои центры влияния, центры понимания, центры распространения и обсуждения различных идей, объединяются. И вот эта система, она говорит о том, что в том числе и меньшинство, сегодня затрагивалась эта проблема, меньшинство может влиять на определение будущего. На самом деле не существует никаких абсолютов на сегодня, ничто не абсолютно, ни власть большинства, но и, конечно, Юрий Сергеевич, безусловно, правда, должны быть всему границы, потому что, если мы сегодня, а надо говорить, вот говоря об открытом мире, мы с вами понимаем, что действительно ФПА для этого очень многое сделал, и палаты в современном нашем состоянии, мы достаточно открыты, мы многое рассказываем, мы публикуем дисциплинарную практику, выдержки и газеты, и сайты, и журналы, мы достаточно открыты. Вторая составляющая, наверное, которую мы должны учитывать на сегодня и принимать во внимание, это все большее укоренение в праве мировоззрения, в праве, в том числе, не только в общественном, политологическом смысле, но и в праве мировоззрения, определяемого как постмодернизм. Ученые определяют его, говоря о том, что это период распада вообще общественных отношений, но и то же самое в правовом регулировании, вот этот вот постмодернизм с его априорным неприятием любого априорной греховности, что ли, любого регуляторного воздействия. Мы сегодня здесь возник вот вопрос соотношения терминов власть, самоорганизация. Я считаю, что, конечно, ценностью нашей является самоорганизация, самоуправление, потому что немногим общественным институтам дано такое право. Адвокатское сообщество является и объектом регулирования, и его субъектом, потому что мы не должны в правовом государстве, там, где адвокатура, там, где правосудие, а адвокатура является соотправителем государственной функции правосудия, без адвокатуры, без существования адвокатуры современное понимание правосудия невозможно. А значит, мы часть правосудия, значит, мы реализуем властные полномочия в том числе. И вот, говоря о том, что такое власть, вообще-то говоря, если в определении власти, это способность определять и направлять поведение и поступки других людей, в том числе и профессионалов, которые участвуют в процессе, судей, других участников и так далее. Говоря о власти, мы, вот, вот, то обсуждение, которое сегодня было, это было несколько суженное понимание власти, как власти, основанное на принуждении. Но есть еще одно, Елена Николаевна об этом говорила, кстати говоря, может быть, немного вскользь, но тем не менее. Что такое авторитет? Авторитет это род власти, это род власти, который основан не на принуждении, а на признании этических, моральных качеств человека, и то, что этот носитель этого авторитета является носителем экспертного знания. То же самое и с властью, которую реализуют, ну, есть властные полномочия в отношении адвокатов, которые реализуются органами адвокатского сообщества. И эта власть основана не на принуждении. Ну, и третий момент, который мы должны тоже учитывать, я его так определил для себя, как некий такой патернализм или иждивенческий подход, когда мы сидим и говорим, что вот нам палата должна, нам все должны, мы не очень должны, и так далее. Мы когда-то договорились о наших ценностях. Сегодня об этом говорили. Это были и 1860-е годы, это были и 20-е годы прошлого века, это был и 2003-й год, когда мы принимали закон, когда мы принимали кодекс профессиональной этики, нужно понимать, что сегодня да, вот эти предложения, которые звучат, они на мой взгляд безусловно отражают некоторый запрос адвокатского сообщества на изменения. Нельзя никогда застывать, мы должны меняться. Должны. И вот эти предложения, они зачастую очень привлекательны. А давайте мы сделаем прямые выборы президентов и советов, а давайте мы там сделаем все полностью открыто для фейсбука и так далее. Они привлекательны. Если мы сегодня проголосуем по этим отдельным кусочкам, не факт, что адвокатский сообщество не надо. Но и мы должны быть к этому готовы, потому что мы же с вами закон-то не принимаем. Закон принимают Госдуму, депутаты у нас. И мы видим, что сегодня вбрасываются некоторые идеи, технологии. Новое законодательное нормативное регулирование предлагается депутатами, минюстам в пределах их компетенции и так далее. А на кого они ориентируются при этом? Они ориентируются на тех, которые децентрализованы, вирусное распространение вот этих идей происходит. Почему важно это учитывать? Да потому что, несмотря на привлекательность вот этих вирусных идей, нужно помнить, что в 2002 году, назовем так, отцы-основатели нашей вот той системы, которая есть, имели определенную ценностную философию, систему этих ценностей, которые и были заложены в то регулирование, которое было создано. А что происходит? Сегодня мы, значит, вот эта система ценностей для защиты наших ценностей для того, чтобы они не ушли в прошлое, не растворились в каком-то... Ну, тогда был вопрос параллельщиков, сегодня у нас идет вопрос адвокатской монополии. Вот мы, понимаете, может быть, это стоит обсудить, прямые выборы советов сегодня. Первым этапом прямые выборы советов и президента мы вводим, а вторым выбором так называемая адвокатская монополия. И сюда приходят люди, которых, может быть, будет больше, чем нас, и они, собственно, выбирают свои советы, своих президентов и так далее. Вот мы готовы к этому, что-то будет, будет другая адвокатура, но мы с вами готовы сегодня отдать ту адвокатуру и те ценности, за которые мы с вами боролись, отстаивали, и те ценности, которые большинство, наверное, здесь присутствующих, я имею ввиду, президентов, членов совета, обязаны защищать в силу даже должности, и не только в силу своего, какого-то, идеологического понимания. Поэтому, когда происходит вот это реформирование, люди, которые говорят о реформе, в том числе и законодатель, должны знать о наших ценностях. Но как они будут о них знать, если мы с вами не определились до конца, мы их не объективизировали, я считаю, что поскольку есть запрос, поскольку мир изменился вокруг нас, мы должны меняться, поскольку мы не должны костенеть, но тем не менее мы должны удержать вот те наши традиции, которые может быть, те наши ценности, которые может быть большинство сообщества даже не дает себе труд о них задуматься. Нужно вернуться к той точке, где мы разошлись. Нужно начать разговор опять об этих ценностях. Спасибо вам большое. Нет, это очень интересное выступление. Прошу обойтись, я хочу сказать. Мне хотелось тоже согласиться с Юрьевичем в том плане, что выступление было очень интересным, и я даже стал таким, может быть, не вполне адвокатским в смысле тематики, потому что здесь были некогда такие общеколосовские, общеэтические поднятые проблемы. Единственное, чем я не согласен, здесь кажется, что для нас, уважаемые коллеги, особенно я имею в виду наших российских коллег, проблема не в том, чтобы в очередной раз подвинуть в реформе закон или тем более кодекс про свидетельские адвокаты. У нас задача другая. Мы по-прежнему, по-настоящему не исполняем и не реализуем все то, что заражено в законе об адвокатской деятельности. Он значительно более демократичен, он значительно больше предстоит возможности, в том числе и для так называемого демократического централизма. А уж если иметь в виду кодекс про свидетельские адвокаты, то я думаю, что пока ну может быть так в лучшем случае про центр 20. Коллеги, у меня есть такое предложение. Мне все-таки кажется, что давайте не будем перед собой ставить задачи очень такие глобальные, реформы, реформы, давайте все-таки будем пытаться по мере необходимости, реагируя на вызовы, на то, что происходит у нас внутри корпорации, снаружи, давайте будем просто своевременно вносить необходимые коллективы, необходимые, достаточные, но при этом не претендуя на то, что мы опять все, так сказать, вот эмоционно перевернем или опять все начнем, так сказать, Мне кажется, что у нас сегодня достаточный регулятивный материал, который нам позволяет достойно заниматься нашим делом. И если мы при этом будем еще и мудры для того, чтобы быть едиными, и быть едиными, и отстаивать наше единство и, так сказать, его последовательно реализовывать, я убежал, что никакие, так сказать, меньшинства на самом деле ничего, так скажем, принципиально или коренным образом не переменят в нашей замечательной профессии. Спасибо.